Мы приехали из поселка Дачного, Маринского района Донецкой области, с такой благодарностью, что мы, Зинаида Максимовна и Сергей Васильевич, роля. Мы готовы этому человеку ноги целовать, руки целовать. Как он помог? Рак мочевого пузыря, дедушке. В общем, в прошлом году он полгода мочился кровью. Не знали, что к чему и что. А потом пошел в больницу, все же нам некогда. Пошел в больницу, его проверили на УЗИ, ничего не поняли. Отправили в Донецк, в Калинино. Там проверяли и такими УЗИ, и разными. Ничего не поняли. Разрезали, а там рак с полголовы выкатили. Зашили, облучили. В общем, разрезали 7 тысяч, 2 тысячи лекарств, 3,5 тысячи облучения. Вытрусили с нас, что могли. И привезли домой никакого. Желтый. И ели передвигал ноги. Вот в марте месяце этого года. В январе оперировали. В феврале облучали. И в конце марта привезли домой. Ну что, он лежит, полежит, пройдет. Не ел ничего, желтый весь. И тут мне Господь подослал газетку. Господи, благодарить я буду все время. И я написала. Ой, извините, газетку я получила, еще он в больнице был. Мне сестра наша с церкви по вере привезла эту газету. Я написала. Уже он дома был. Еле ходил и пошел до ящика. И говорит, что это за большой конверт нам пришел. Я говорю, я знаю, что это за конверт. Сразу диск посмотрели. И тут же на второй день я позвонила. Выслали мне лекарство. И где-то дня через четыре уже лекарство пришло. Ну, пил он дней десять. Смотрю, он же не ел ничего. Смотрю, аппетит появился, ест. Мисочку борча налила, поел. Для меня это уже удивление. Пошел, пошел. И что вы думаете, сто дней всего он пьет это лекарство. Два курса. Посмотрите на него. Похоже он на ракового больного. Это чудо. А в своем доме живем. Тягая, я ругаю, говорю, не искушай Бога. А кто будет делать? Таская все. Ты отходишь и отходишь. Все делает. Все делает и чувствует себя на все сто процентов. Слава Богу. Слава тебе, Господи. Я готова. Я же говорю, что я пишу письмо. И благодарю. Говорю, я готова ноги целовать вам. За то, что мы... Я инвалид второй группы, а девочка инвалид первой группы Дауна. И когда его прооперировали, я позвонила врачу, что у него. А он сказал, а вы приедете? Да я говорю, не могу приехать. Дочь поехала. А он сказал, может месяц, может полтора. А может и больше, немножко. Ну, все зависит оттуда. Представляете, в каком я состоянии была. Я как плакала. Просила Бога. Говорю, Господи. Я грешна. Он грешный. Но ведь девочка наша, она же не грешна. Ну, помоги. Прослал свое имя ради его. И вы знаете, у меня на душе полегчило. А то я металась, а места не находила. Думаю, ну, что мы будем делать без него? И вдруг вот такой результат. Просто я... Я не знаю, как благодарить и как... И теперь приехали мы еще и вместе. Но когда я с Велиной Сергеевной говорила, она говорит, ну и вам будем лечить. Я говорю, у нас местостазы не распространяются. Сначала дедушку. А потом уже мы. Ну, вот это мы явились. Я надеюсь и верю. Верю, что и мне лучше будет. Вот. И я, Павлочка, эту брошу. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо и вам. Спасибо. Вы, да? Да.